Телерадиоканал Страна ФМ Это звучит детский хореографический ансамбль «Калинка» имени Александра Николаевича Филиппова Вот, друзья, а почему им такое красивое, большое, важное событие, название? Потому что коллектив легендарный на самом деле И если вдруг по какой-то причине вы до сих пор не слышали о «Калинке», то мы сейчас, конечно, этот пробел восполним Коллективу уже 50 лет В этом году, да, как раз? Мы считаем по сезонам, коллектив был основан в 1968 году, поэтому у нас этот сезон юбилейный То бишь в 2018 году нам исполнится, будет 50 лет В мае будет юбилейный концерт проходить в концертном зале Петра Ильича Чайковского Это наша, наверное, уже исконная сцена, мы очень часто там выступаем С отчетными концертами Да, с отчетными концертами, поэтому в 2018 году, в мае месяце, будет юбилейный концерт Ну и 50-летие, я даже боюсь представить, какого же масштаба это будет празднование Вы уже подумываете, о чем вы будете удивлять? Обязательно, конечно, мы уже, ребята уже, ребята уже все готовятся Они тоже принимают очень яркое участие в организации Потому что они у нас такие товарищи, очень творческие Сказать, чтобы все полагалось только на меня? Нет, конечно Это и педагогический коллектив, это и дети, которые настолько иногда плещут творчеством Что, ну, честно говоря, это потрясающе, потому что я очень многому у них учусь Они дают советы какие-то, вот вы говорите там, Наталья Сергеевна Ой, Наталья Александровна, да? Правильно же? Сергеевна Сергеевна, все-таки, Наталья Сергеевна, да А вот здесь вот лучше вот так, а вот здесь вот давайте лучше вот мы выйдем с этой стороны Да, да, бывает очень часто такое, что, нет, каких-то с точки зрения профессиональных, сценических вещей Они не рискуют давать советы Но когда есть какой-то такой, знаете, струнка их нового какого-то взгляда, юного, да Который, наверное, нам, взрослым, уже просто даже, ну, не осилить Все-таки дети, у них другое мышление И они иногда бывают, а давайте мы, например, какой-нибудь танец свой придумаем и выпустим на сцену Разрешите? Конечно То есть это уже такие руководители маленькие художественные Да, да, конечно Хореографы-постановщики Да, и, кстати, у них очень хорошо получается Я иногда смотрю, у нас проходят такие каждый год свои новогодние капустники Когда дают ребяткам полный карт-бланш, пожалуйста, придумывайте номера, песни, частушки, еще что-то Ну, конечно, они больше уходят в сторону хореографии И иногда они придумывают такие интересные вещи Я смотрю, думаю, боже мой, мне бы никогда такое в голову не пришло А вот их молодое, вот это свежее видение А потом они больше, наверное, ну, более раскованные Больше им интересуются И у них, получается, настолько потрясающие вещи Что, я думаю, все, ребята, это однозначно на большую сцену Ну, и тем самым, я думаю, что еще больше подстегиваешь их, да, к тому, чтобы они дальше продолжали думать, фантазировать, сочинять Конечно А при наборе детишек как-то вот вы обращаете внимание не только на хореографические способности, но и, возможно, там, на актерские какие-то, артистические Или это все потом со временем непременно появится? Нет, естественно, обязательно обращаем внимание на все Потому что, когда приходит малыш пятилетний, вот как раз у нас с сегодняшнего дня начался набор в ансамбле Когда приходит маленький пятилетний малыш Естественно, ну, там говорить о природных данных, они, конечно, существуют Но нельзя сказать, что если нет природных данных хореографических, их нельзя развить Маленький ребеночек, он как пластилин, из него можно делать все И, в принципе, можно любого ребеночка научить танцевать Зачастую как раз в пятилеточке ты смотришь на него, как он себя ведет непринужденно Насколько он игривый, насколько он открытый, насколько идет на контакт Потому что, ну, ведь каждый ребеночек индивидуален Во время подборочных туров мы смотрим, как, что, ищем свой подход Смотрим, как ребеночек раскрывается На самом деле пятилеток, шестилеток мы берем, как правило, всех Потому что это такой материал Господи, почему, почему, почему меня судьба не привела? В калинку, боже мой Очень жаль Ты бы точно подошла и стала бы нашей звездой Спасибо, да Но я, кстати, считаю у вас на сайте, что вот пятилеток, шестилеток, да, вы как раз берете А вот уже с восьми лет там нужна хореографическая подготовка, да? То есть какой-то навык, опыт уже должен быть Даже лет в семь хорошо бы, чтобы уже какие-то малые навыки Какие-то даже базовые хореографические навыки, но уже были Даже могут быть не хореографические Это может быть гимнастика, это может быть фигурное катание Потому что это все очень близко по природе по своей хореографии И в гимнастике, и в фигурном катании, естественно, преподаются хореографии Немножко со своими нюансами, но это все поправимо для большой сцены Поэтому, конечно, хорошо бы, чтобы в семь-восемь детки хотя бы какие-то базовые навыки уже имели Ну, в принципе, если нет, ну ничего страшного Огромное желание и явные способности к этому Друзья, чуть позже мы обязательно подробно с Натальей поговорим о том, где и как можно пройти вот это самое прослушивание, просмотр Где проходит набор, если хотите, чтобы ваши детишки оказались в легендарном коллективе «Калинка» Оставайтесь с нами, смотрите, слушайте Мы обязательно продолжим общение, но сначала небольшую музыкальную паузу Анастасия Спиридунова, Сергея Волчкова, любовь Телерадиоканал «Страна.ФМ» Друзья, мы продолжаем вещать для вас Радовать вас хорошей музыкой, ну и очень интересной, полезной информацией У нас в гостях Наталья Леницкая-Филиппова Художный руководитель хореографического ансамбля народного танца «Калинка» И меня Александра Филиппова Детского хореографического ансамбля И мы как раз обещали вам рассказать, где в эти дни проходит набор в «Калинку» Как можно там оказаться, что с собой брать Нужно ли что-то заранее готовить, какой-то номер хореографический Наталья, пожалуйста, расскажи Ну, для начала, наверное, адрес, да? Да, конечно, конечно Улица Доброслободская, естественно, город Москва Улица Доброслободская, дом 3, 5-й подъезд, 7-й этаж Там находятся наши хореографические залы С 4-х часов до 19.00 мы проводим Ну, это нельзя сказать отборочные туры Просмотры деток Ничего готовить не надо специально Потому что это детки Когда вы что-то заранее готовите, начинают безумно волноваться Ну, конечно, да Нужно ребенка водить в стресс Единственное, что просто нужно с собой взять Если девочки, то если есть купальничек Какой-то хореографический, носочки, балетки Для мальчиков достаточно шортики и футболка Если нет, пожалуйста, маечка, трусики, носочки И все, этого достаточно Просмотр проводится в качестве игры Как правило, мы стараемся приобщать к этому старших наших деток Которые уже научены всему Чтобы детки нас не пугались Потому что когда они Чтобы какие-то там строгие, злые преподаватели Такие, да, суровые Друг, да, потому что всегда же взрослые кажутся более какими-то строгими Нежели чем, когда приходят ребятки постарше Которые, в принципе, для них выглядят как какой-то, ну, идеал, да То есть вот эти вот взрослые подростки Это же так круто, они такие большие уже Поэтому мы, как правило, обращаемся за помощью к нашим старшеньким Чтобы они с детками поиграли под музыку Потанцевали с ними что-то, побегали И в процессе этой игры мы... И детишки отвлекаются Да, от нашего присутствия А преподаватели в этот момент А преподаватели, сидя в уголке Аккуратненько наблюдают за этим процессом И смотрим, какие деточки более раскрепощеннее Хотя на самом деле это настолько все поверхностно Потому что бывает такая категория деток Которые, ну, все замечательно Но мы так боимся, так стесняемся Даже пройдя отборочные туры Приходя на урок, начинают плакать Как же так от мамы забрали? Ну, здесь тоже уже другая ситуация Забираем их на 15 минут Потом на 20, потом на 30 на урок И постепенно, в течение месяца-двух Мы забываем, что у нас там, оказывается, мама где-то есть Еще такой индивидуальный подход Ну, обязательно, они же маленькие Ну, зачем ребеночка пугать, чтобы потом отбить все желание Нужно, наоборот, постараться максимально привить любовь К этому занятию, чтобы детки с удовольствием приходили в коллектив Папа... Ну, Александр Николаевич Филиппов, мой папа, который... Основал коллектив Для него изначально Это была постановка вопроса Не столько создать Что-то такое безумно профессиональное А чтобы создать второй дом для детей Наташа, мы обязательно поговорим Об Александре Николаевича О его задумке, главном деле жизни Давай только скажем еще вот о чем Сколько дней еще будет проходить отбор? Ну, скажем так Основные дни отбора, они на этой неделе Понедельник, вторник, среда, четверг Все, друзья, торопитесь, пожалуйста, чтобы не опоздать Мы продолжим скоро общаться, оставайтесь с нами Страна ФМ Телерадиоканал Страна ФМ, друзья, один на всю страну И, знаете, так уж получилось, конечно, что у нас один на всю страну Детский хореографический ансамбль «Калинка» Художный руководитель у нас Наталья в гостях Наталья, мы с тобой стали говорить про папу твой Про Александра Николаевича Филипова Который 50 лет назад как раз организовал этот легендарный коллектив И, ну, наверное, по правде сказать, положил всю жизнь свою Доложил туда душу И это было самое главное дело Расскажи вкратце, пожалуйста, вот историю Создания этого ансамбля О методике, об уникальности ее И сохраняются ли эти традиции на сегодняшний день Конечно Папа был настолько фанатиком своего дела И с безграничной любовью к детям Я, наверное, такого второго человека в своей жизни никогда не встречала Не из-за того, что это мой папа Это могут подтвердить тысячи выпускников наших Которые папу... Почти 20 тысяч по всей стране Да, которые все называют папу вторым своим папой То есть я не единственная такая в этом мире Он потрясающий человек Потрясающей доброты Потрясающей теплоты, которую он дарил детям Он всегда очень любил детей Всегда любил танцевать Решил объединить эти два дела воедино И, честно говоря, создавая коллектив Он, да, создавал хореографический коллектив Но в первую очередь он создавал второй дом для деток То, куда бы они с удовольствием приходили То, где они бы находили друзей То, где они проводили бы просто свое свободное время Даже не на занятия Поэтому в нашем коллективе Да, мы учим танцевать, конечно Это первоначально, естественно Но мы учим дружить Мы учим общаться Ребятки в дальнейшем, потом уже выпускаясь из коллектива Продолжают общение Продолжают какие-то свои творческие мероприятия Кто-то уходит на большую сцену Но они неразлучны Вот все те, кто прошли коленку Они между собой неразлучны Потому что папа положил самое главное Вложил в этот коллектив Он вложил теплоту и семью Каждый приходящий к нам в коллектив Если он в нем остается Он вливается в семью коллектива Наверное, мало... А семья большая 16 тысяч человек Да, семья очень у нас большая Красивая танцевальная семья Поэтому даже будучи в коллективе Детки от мала до велика Они все общаются То есть нет такого, что вот одна группа Это одна группа Вторая, это вторая Вот есть пятилетки И до 18-20 лет ребята Они все между собой общаются Все друг друга знают Поэтому, наверное, главное преимущество Нашего коллектива Помимо хореографии Помимо огромной истории Это то, что у нас семья Второй дом Давайте мы посмотрим презентационный ролик Вашей семье Конечно Калинка, друзья Сейчас попрошу наших режиссеров запустить Селерадиоканал Страна ФМ Один На всю страну Ну и, конечно, прекрасно понимаешь Что нас не только смотрят Но и кто-то слушает Автомобиль Наташа, прошу тебя Комментировать как-то Да, вот сейчас На экране Наша визитная карточка 50 лет Танец называется Калинка Этот номер Ну, видели, наверное Практически во всех уголках Нашего земного шара Этот танец называется Приглашение Танцуют самые маленькие Тут уже 120 танцев Различных уже В репертуаре На сегодняшний день Калинки Вот этот номер Кувшины Девочки на самом деле Без всяких подставок Носят на голове Кувшины с водой Абсолютно реально с водой Да, это венгерский танец Это танец Голуби Танцуют самые-самые Маленькие Которые пришли к нам В первый год Вот, вот Если видите Там в серединке Малышей Им по 3-4 годика Да, ну это совсем Это дагестанский танец Девушек Это танцуют девочки Самые старшие Потому что здесь уже такая Достаточно серьезная техника Но солистка выходит Опять-таки Малышка Это шуточный танец Дамы и господа Девочки с зонтиками Мальчики-джентльмены Которые всячески Ехидничают над девочками На сцене Это тоже самое малыши Вот им здесь тоже по 4 годика Наташа, скажи, пожалуйста А вот эти танцы Которые были еще поставлены Там 50 лет 40 лет назад Они до сих пор Существуют на сегодняшний день Вот в том первозданном виде Да Без изменений Да Если есть какие-то изменения Они внесены были еще папой В свое время Ну, человек творческий Поэтому, как вы понимаете Ну, творческие люди Они сегодня одно видение Завтра другое Конечно Поэтому он, конечно, корректировал Свои танцы Я ни в коем случае Не допускаю В папину работу Никогда Ни я Не разрешаю ни в коем случае Педагогам этого делать Только то, что сделал папа Исключительно Это его работа Это его вклад Это его душа И мы продолжаем Всячески Чтобы папина дело продолжало Жило именно в том варианте Который создал он И никаких корректив С нашей стороны Только что, Наташа Вот на экране Видели мы В том числе Информацию о том Что Калинка была на гастролях В 45 странах Примерно Поговорим О вашем гастрольном Плотном графике Ночечку позже Прервемся Совсем ненадолго Друзья Оставайтесь с нами Телерадиоканал Страна ФМ Один На всю страну Детский хореографический Ансамбль Калинка Друзья Мы сегодня говорим Именно о нем О танцах О любви К этому прекрасному искусству У нас художественный руководитель Ансамбля Наталья Левицкая-Филипова И мы завели речь О гастролях Легендарного коллектива Огромное количество стран И вот Крайний визит Последний Это в Греции фестиваль Греция и Китай За это лето было И Китай Так вот Просто Пока остальные дети В деревнях У бабушек-дедушек Ученики-галинки Гастролируют Ну и смотрят заодно Различные страны Это здорово На самом деле Если говорить про все поездки Это будет очень долго Потому что за 50 лет Естественно коллектив Объездил практически весь мир Ну мало где он не был Поэтому это будет очень долго Если мы будем затрагивать Каждые гастроли Да Этим летом ребятки Отработали гастроли В Греции Побывали на фестивале Отработали концерты В двух городах Греции В Лутраке И на Фактесе И после этого Вернувшись в Москву Буквально на пару недель Влетели в Китай Там они отработали Четыре больших Сольных концерта По два отделения Для деток С одной стороны Это достаточно тяжело С другой стороны Они настолько любят танцевать Что иногда Я устаю от этого Вроде бы Отработали концерт Приехали в гостиницу Казалось бы Все ребята Давайте отдыхать Нет Они еще умудряются И потанцевать в гостинице Они еще могут выйти на улицу Народ собрать Там потанцевать Это им все в радость Поэтому Чтобы не пугать родителей Заранее о том То что Боже мой Как же мой бедный ребенок Если он будет танцевать Он будет так занят Поверьте Дети настолько любят Они настолько вовлечены В процесс Что мы даже Их остановить не можем При всем своем желании В какой-то момент Тоже отдохнуть Наташа Если говорить О заграничных Зарубежных поездках Калинки То это ведь не только Какие-то разовые выезды На фестивали Уже еще и Целые гастрольные туры Пару устраиваются В прошлом году У нас было Можно сказать Полугодовалое турне Но нельзя сказать Что мы все полгода Ездили по Европе Безвозвратно Мы уезжали Возвращались в Москву Снова уезжали Возвращались То есть На протяжении полугода С апреля по октябрь Ребята были постоянно На гастролях С возвратом в Москву Но не на долгое время Объездили мы всю Европу Планируем такое же турне Сделать и В следующем году Инновременные молодцы Мы были в рамках фестиваля Фил Раша Потрясающий проект Потрясающие коллективы В нем участвуют Мы были там не одни Просто супер Ребята познакомились Вот сейчас я думаю Что детки Которые нас смотрят Лет как раз Семьи-восьми И точно сказали Мама, мама Отдай меня в калинку Потому что не надо учиться Потому что Мы будем ездить По разным странам Нет, нет, нет Учеба обязательно Более того Могу успокоить родителей Опять-таки Когда ребенок дисциплинирован И когда Его научили дисциплине А в нашем коллективе В первую очередь Мы учим дисциплине Набираем-то мы деток Очень мягко и пушисто А вот потом Но когда ребеночек Уже подрастает Достают кнут Ну и кнут и пряник Пряник тоже Обязательно Без этого никак И конечно Без жесткой дисциплины Невозможно добиться результата Поэтому Конечно Дисциплина Ни в коем случае Никаких опозданий на занятия Никаких пропусков Репетиций Ну считайте Как большой спорт То же самое Хочешь достигнуть результата Будь добр Соблюдай дисциплину Она очень жесткая Естественно Когда детки Уже умеют Распределить свое время Они прекрасно Справляются со всем И успевают И танцевать И учиться И погулять И погулять Причем погулять тоже Гуляют хорошо Поэтому Могу сказать Что 99% Наших ребят Они Как минимум Хорошисты Очень много Золотых медалистов Умнички Очень много ребят Которые поступают В дальнейшем В ведущие вузы Москвы На бюджетное отделение Поэтому Абсолютно Хореография Гастроли Не то что не мешают Они настолько Дисциплинируют Что ребята На самом деле С легкостью успевают Все Мы сейчас посмотрим Еще одно видео Друзья Внимание на экраны Если вы нас смотрите Телерадиоканал Страна ФМ Один На всю страну Ну и традиционно Для тех кто слушает Мы с Натальей Будем вам рассказывать Что происходит Это фрагменты выступлений Да Калинки Да Это опять-таки Наша Наша визитная карточка Калинка Ну вот как раз Вращает наша выпускница Золотая медалистка Учится на бюджете Вот опять-таки Тут самый вариант Девочки Которые продолжают танцевать Более того Она сейчас уже работает Как ассистент Педагога И мой ассистент Это снимали В Коломенском видео Если обратить На заднем плане Там еще горцующие лошади Которых дети Не испугались абсолютно Это выступление На Красной площади Вместе с Алексеем Воробьевым Это наша гордость Да Мы очень гордимся Этим выступлением Потому что Ну наверное Все-таки Не каждый ансамбль Может себе позволить Красная площадь Звездой И Красная площадь Да Поэтому мы очень гордимся Мы очень благодарны Организаторам и концерта И нашим организаторам То что Нам выдался такой шанс Так Это первый канал Съемки проходили Да Это наши самые маленькие Самые малыши Да Та же самая Калинка Та же самая Визитная карточка Ее танцуют абсолютно Все участники Нашего коллектива Потому что Ну так как Это в первую очередь Визитная карточка Поэтому знать ее Должны все Абсолютно Хотя номер Очень сложный Технически Наташа Ну а давай так еще скажем Ну модно же понять Какие-то современные танцы И возможно Кто-то из ребят скажет Там нет Я не хочу Зачем мне вот Танцевать калинку Всю жизнь Давай расскажем Какие еще танцы Изучают детки Какие еще есть Помимо калинки Помимо народных танцев Какие еще можно изучить Ну во-первых Конечно же Базовое образование Это классический танец Без классического танца Без основы Ну это то же самое Что вы учите азбуку Да Если ты не знаешь букв Ты не сможешь танцевать дальше Поэтому классика Это основа всего И начинаем мы деток учить Как раз таки Ну Это называется Партерным классом Но это будет Наверное непонятно Для зрителей Для слушателей Это гимнастика на полу Растяжка Пыворотность Станок Станок Чуть попозже Да естественно Это обязательно Ребятки должны иметь Крепкую осанку Крепкие ножки Крепкие ручки Для того чтобы у нас Не дай бог Не было никаких травм Дальше начинается Народно-сценическое направление И современное Современного у нас меньше Но оно присутствует Стилизация народного танца Соединение С современным Тоже у нас присутствует Почему я акцентирую на классике Потому что Ребятки Родители Если вы захотите танцевать Даже современные танцы Без классики Конечно это будет уже не то Это просто будет некая пародия Если вы хотите по-настоящему Научиться танцевать Вы должны уметь танцевать Все А в первую очередь Вы должны уметь владеть Своим телом А своим телом Вас научат в первую очередь Это классика И народный Как бы это ни было удивительно Но оба этих направления Дают прекрасные результаты Потом в современной хореографии Поэтому приходите Учитесь И у вас будет очень Разнообразная В дальнейшем жизнь Наташа Какой процент Ребят решает Потом Связать свою жизнь С танцами С хореографией Достаточно большой У нас сейчас В студии Моисеева В школе-студии При ансамбле Игоря Александровича Моисеева Учатся наших Три выпускника Это достаточно много Потому что Поступление В школу-студию Проходит раз в пять лет Ух ты И поэтому Когда из твоего ансамбля Даже один человек За эти пять лет Туда попадает Это Ну Огромный результат На самом деле Наташа Мы прервемся Ненадолго опять Да, конечно Потому что нужно нам И музыке уделять время И немножко рекламы После чего, друзья Обязательно продолжим Кстати, если у вас есть Какие-то вопросы к Наталье Вы пользуясь случаем Сдавайте их Ватсап и Вайбер 8909-928-1-89-9 Бегите Обязательно Ребятки, девочки, мальчики От пяти лет и старше В ансамбль Хореографический Калинка Потому что не пожалеете Потому что это Легендарнейший ансамбль Которым исполняется Пятьдесят лет А это значит Что у вас будут гастроли Это значит Что у вас будут выступления На центральных федеральных каналах На самых грандиозных Больших праздниках Федерального такого масштаба страны Ну и вообще классная семья Чудесная Посмотрите художественная руководитель Какая невероятно красавица Наталья Левицкая Филиппа Наташа, сообщение пришло Зачитаю тебя В Санкт-Петербурге Будут ли проходить Все отборочные туры В Калинку Вы знаете Мы находимся только в Москве Но У нас есть близкие Наши друзья Называются они Тоже ансамбль Калинка Вот так И находятся они В Питере Художественный руководитель Людмила Меет Потрясающий ансамбль Мы дружим с ними Уже наверное больше 30 Даже наверное около 40 лет На самом деле Тоже легендарная Калинка Но она называется Питерская Поэтому приходите В Питерскую Калинку Не пожалеете Тоже прекрасный коллектив С огромной историей Отлично Вот такие сообщения Узнаете пожалуйста у Натальи Как часто проводятся занятия В Калинке в течение недели Уроки проходят Три раза в неделю И четвертый день Обязательно Это репетиционный Поэтому рассчитывайте На 4 дня в неделю А сколько по времени Урок длится полтора часа А репетиция Длится с 11 до 5 Но в зависимости От занятости в репертуаре Если вы пока танцуете 1-2 танца То это будет Где-то около полутора часов Двух может быть Но если вы заняты Уже в половине концерта Тогда готовьтесь К тому На целый день А решили посвятить Свою жизнь танцу Поэтому настроение До какого возраста Дети занимаются В детском хореографическом ансамбле До 18 По-моему Да, если бы до 18 Что вы Потом не выпроводите Вы знаете У нас есть ребятки Выпускники Которые продолжают Приходить Продолжают участвовать В концертах Они настолько Уже влюблены Они без этого не могут У меня есть выпускники Которые до сих пор Танцуют и выступают Им по 25 лет Ну это удивительно Они участвуют До сих пор участвуют В концертах Это нормально Это преимущественность поколений На них смотрят Младшие поколения На самом деле Они уже как Даже как мои помощники По большому счету Они и участвуют Они и с малышами занимаются Они где-то могут подстраховать Где-то Чему-то научить Показать Поэтому нет Это здорово Поэтому мы вот Мы с тобой вне эфира Немножечко затронули тему Ты сказала, что некоторые родители Не хотят везти детей далеко То есть если какое-то расстояние Нужно преодолевать Там и тратить на дорогу Около часа Или там больше То они ленятся Или нет возможности Ну это, конечно, мне кажется Очень странно Очень часто сталкиваемся С таким То, что вот, вы знаете Мы бы очень к вам хотели Но нам далеко Открывайте филиалы По всей Москве Я с удовольствием их открою Как только появится возможность Я могу сказать так То, что на самом деле Ребятки Которые у нас танцуют Приезжают из разных уголков Не только Москвы Но и Московской области На самом деле Уважаемые родители Я бы хотела бы Заострить внимание на том То, что детки Они ничем не менее Амбициозны Чем мы взрослые И поймите Вы Потеряете, может быть Час времени в пути Но ваш ребенок Окажется на большой сцене На федеральных каналах Его покажут по телевизору Самое главное Будет красивым Счастливым Прекрасно развита На самом деле Детки настолько Они хотят Чтобы их заметили Они хотят Чтобы на них смотрели Они хотят Чтобы видели Их достижения И их результаты И когда деткам Получается себя Показать на больших сценах Уж если их еще и показали По телевизору Боже мой Вы не представляете Сколько у них счастья Наташка У нас к сожалению Подходит к концу Наш эфир Осталось буквально 20 секунд Адрес еще раз Давай расскажем Куда приходить Какие Город Москва Улица Доброслободская Дом 3 Пятый подъезд Седьмой этаж Мы вас ждем С нетерпением Приходите Будем рады По будням 16 часов 16 до 19 Да по будням До конца недели Ребята Все в калинку Наташ Спасибо огромное Хореографическому ансамблю Прям многое-многое лето И будем ждать тебя В канун 50-летия Да С удовольствием Приеду вместе с ребятами Подробнее узнать Об отчетном концерте И так далее Спасибо еще раз большое И тебе спасибо большое До новых встреч До новых встреч До свидания